Самбист Данил Жданов, несмотря на свой юный возраст, уже чемпион Европы. Это было в прошлом году в республике Кипр, город Лимасал. У меня было там четыре встречи с представителями Франции, Греции, Молдовы. И финаль вот я боролся с представителями Грузии. Финал был самый напряженный. Ну, в Пантау тоже самый сложный. Но я справился и выиграл этот цикл. Но самую главную награду, о которой больше всего мечтает Данил, золотую медаль Чемпионата мира пока еще не взял. Поэтому впереди у спортсмена длительные тренировки и для начала участие в Чемпионате России по самбо. Пока же есть немного времени для того, чтобы передать свой опыт подрастающему поколению, начинающим спортсменам. Сегодня Данилу доверили судейство в спортивном фестивале по смешанным единоборствам. На татаме встретились городские команды школьников, которые только начинают свою спортивную карьеру в сумо, самбо, дзюдо и греко-римской борьбе. Всего более 60 человек. Соревнования приурочили ко Всемирному дню солидарности борьбы с терроризмом. Конечно же мы за спокойствие, за мирное небо над головой. И благодаря вот таким мероприятиям мы как раз прививаем нашим детям любовь к родине и чувство патриотизма. Спортивный фестиваль «Россия против террора» проводит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Нефтяник» уже в шестой раз. Таким образом представители всех видов спорта выражают единение в борьбе с терроризмом и чтят память погибших при террористических актах. В соревнованиях приняли участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ, а также ученики общеобразовательного учреждения «34». Победителям вручили медали и дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События.